Праздник Преображения Господня Праздник Преображения Господня среди церковных праздников считается четвёртым по значимости после Рождества, Пасхи и Благовещения. Мой хороший знакомый батюшка и романах настоятель Спаса Преображенского монастыря в городе Каменске-Уральском. Преображенских храмов по России немало. В чём для нас важность этого праздника? Преобразившись перед учениками на фаворе, Христос открыл нам свою славу Царя Вселенной Величия Владыки Мира, перед которым преклонились все святые и все силы небесные. Всего через несколько дней ученики увидят Христа бесславным, страдающим, униженным. И для них будет непонятно, обидно и страшно, как Он, Царь Славы, мог позволить себе так с собой поступить. И в этом умолении Бога – великая добровольная жертва, на которую Христос пошёл только единственно по любви к нам, к людям. Через пробожение Христа мы узнали о том, что произойдёт с нами там, в вечной жизни, где не будет ни печали, ни страданий. В Откровении Иоанна Богослова говорится, что в жизни вечной не будет ни солнца, ни луны, а будет только Агнец во славе освящать всех. Это Христос. Христос – свет, и нет в нём никакой тьмы. Этот свет уже сейчас освещает душу верующих людей. Живя по вере, человек реально преображается, изменяется в жизни. В Евангелии от Луки говорится, когда он молился, ведь лица его изменился, одежда его сделалась белой и блистающей. То есть преображение открылось, когда Господь молился. И в это время для учеников молящийся Христос засиял полной славой. И когда мы молимся, наши души тоже преображаются, просветляются, воспаряют над земным, устремляются к Богу. В преображении нам открывается, что конечная цель – не только освящение человека, но и освящение всего мира. Именно поэтому после службы преображения во всех храмах будут освящаться земные плоды – яблоки, огурцы, арбузы и всё, что вырастила и подарила нам земля. Всё наше земное освящает и благословляет Господь, ведь имя Ему – Любовь. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok